здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами индомит и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры мир танков атлеста games и сегодня у нас на обзоре тяжелый американский танк 10 левела т110 е5 проходная прокачиваемая ветка и прежде кстати чем мы продолжим обзор ребята подпишитесь на канал прожмите лукасы под этим видео вам не сложно мне приятно ну и конечно же начнем мы сегодняшний этот танк рассматривать со стороны брони давайте пойдем поглядим на бронирование т110 е5 погнали и так коллижен модель нашего тестов 10 е5 смотрите все блин вроде такой бронированной давайте смотреть разбираться а нлд в лд у нас такой несколько закругленный так сказать да клюв американоподобной техники ну и начнем с нлд 192 ниже 258 185 220 ну как для нлд на самом деле неплохое то есть мы спокойно можем можно сказать вытанковывать 8 лвла на обычных снарядах голдой нас уже здесь даже будут шить смотря куда будут стрелять вот ниже будут сюда стрелять в нлд уже не пробьют до есть места тут вот по центру касаемо влд 378 287 366 323 ближе к каткам 319 вот здесь зона 333 выше 359 вот это вот все желтое это рикошет здесь хорошие углы приведенной брони все запомнили то есть принципе ослаблены нлд все остальное такое чревато влд ему тут точно уж не стоит стрелять до везде сверху рикошет здесь все зашито теперь касаемо башни у нее сложная форма геометрическая начнем с маски орудия 293 290 внизу 500 рядом со стволом 290 вверху 800 рикошет 500 вокруг маски 368 369 есть вот дырочки но их тяжело выцелить это прям точки здесь 600 300 400 эти щеки боковые вообще 380 ну и аналогично с этой стороны все то же самое то есть башня маска все зашито идеально верхняя планка 146 хороший угол приведенной брони то есть там номинала у нас 58 говорит о том что 150 там два миллиметра сможет не сможет пробить свыше 152 вот ну и конечно а всю эту картину по корпусу влд и по башне и по маске портит вот этот пулеметный сарай пулеметное гнездо по центру 241 слева 317 справа 240 тоже ну как и здесь по сути да вот это рикошетные но на такая закругленная то есть по сути надо стрелять центр либо чуть-чуть правее вот чуть-чуть леветь точно не стоит стрелять боковое бронирование у нас всего лишь 44 миллиметра до а сверху над катками у нас 76 а может ли он танковать вверх хорошо держит вниз за счет рикошета перекрутили борт переклю но он такой закругленный поэтому то в принципе держит держит за счет рикошета держит подставляете щеку здесь 300 и 400 короче принципе от борта играется но вот рядом с катком если будете видеть вот эту зону суда его и надо гасить все остальное за счет рикошета только за счет исключительно за счет рикошета вот эти вот зоны потому что корпус как лодка вот такое вот господа бронирование жуть и вот это слабое все остальное в принципе а я я какое крепкое так с броней разобрались до сайт какой крак красивый 3d стиль правда правда давайте смотреть на пушечку а что нам тут собственно предлагает а предлагает нам 120 миллиметровку с альфой в 400 альфа конечно как для десятого левела на мой взгляд нищие учитывая колпак на башке опять же 258 пробитие на основном на голде хорошая 340 прям уверенное пробитие чуть менее 9 секунд пушка заряжается 0.35 точности как для тяжелого танка 10 левела точность знатная и комфортное время сведения в 2 секунды по полевой модернизации смотрим а что нам тут нужно а нужно нам тут вездеходную ходовую нам нужно улучшить точность еще улучшить 0.31 потому что даже если мы точность улучшаем у нас время сведения 189 все равно комфортно звукоизоляцию в пятом блоке а в седьмом блоке смотрим максимальный скорость назад говно какой-то нам это не надо да вот выбираем настройку отбора мощности восьмом блоке от осколочно-фугасного от разброса при движении ходовой вот здесь восьмом либо ничего не качает либо ничего не качает мы здесь принципе звукоизоляцию это поставили от дезориентации а я конечно давайте вот лучше все облегченный корпус ладно все выбрали так и здесь мы ставим огневую мощь да на т110 и 5 ставим огневую мощь вторым слотом почему а я поставил обычный комплект оборудования без турбача на нем до в основной слот ставим закалку досал и конечно же ставим став многие суда то есть закалка и досал это вообще не обсуждается вместо стаба вы сюда можете впендюрить принципе стабилизацию у этого танка и в принципе неплохая поэтому в принц место стаба можете поставить вентиль улучшенный прицел и в принципе даже турбач да как это не смешно турбач и тогда если турбач поставите вторым слотом в полевой модернизации берите мобильность поставить его второй слот турбач ну а досал поставить и в 3 по снарядам основной у нас бронебойный летит 1067 метров в секунду голдовый снаряд у нас кумулятивный летит те же самые 1067 принципе почти 1100 метров достаточно комфортная скорость полета снаряда по экипажу нет по оборуду и по снаряжению ремка аптечка автоматический огнетушитель вот я доппоек пихнул четыре члена экипажа перки наблюдаете перед собой в табличке пробежимся по тактико-технический утилит который мы еще не озвучили увы ну у нас принципе присутствует минус 8 да это не минус 10 но это и не минус 5 как на советских татках дальше по хп у нас все хорошо 2 420 по мобильности 37 вперед едет 12 назад 16 лошадей на тонну обычная скорость тяжелых танков не плюс не минус вот по обзору у нас 423 метра у меня штраф еще 2 был бы 425 по обзору стандартный параметр еще раз давайте резюмируем все обзор стандартный ни плюс ни минус по мобильности стандартная мобильность ни плюс ни минус пхп жир хорошо вот в совокупности с броней у нас хорошие влд хорошие башни но слабый нлд и очень слабая вот она просто огромная эта сиська все абсолютно все игроки убивают этот танк через вот эту хрень к сожалению и несмотря на то что у нас шикарно зашита маска башни влд нам ничем это в боях не помогает все целят вот в эту башенку и естественно ее пробивает поэтому сказать что броня у т110 и 5 хорошая да на больших и средний плюс расстояние на ближнем бою все все будет лететь сюда поэтому это жирный минус по огневой мощи все ровно хорошее пробитие средняя правда альфа хорошую скорость полет снаряды и присутствует увн и все бы в этом танке хорошо но еще раз ребята всю картину для т110 и 5 портит это пулеметное гнездо честно говоря вот все портит хороший хороший баланс по танку во всех характеристиках за исключением вот этого дерьма на башне ладно отправляемся бой дайте посмотрим на что т110 и 5 способен современным рендами погнали так господа обзор боем т110 и 5 тяжелый американский танк одновременно танк люблю ненавижу люблю за все кроме лючка пулеметного на башню нам бы такую позицию чтобы его скрыть соответственно предвижу что здесь на этой карте лучше поехать налево в ущелье и поджаться под камушек мы сможем прикрыть лючок я надеюсь посмотрим сначала бы башку зарядить ну куда я стрельну ну шо это такое ну шо это такое и 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 Портавод чтоб ты сдох Субтитры сделал DimaTorzok Да ё-моё, куда снаряды-то летят? За свет, хотя бы посвятить Вот, другое дело Попадание Два Кана светили, господа При всём моём уважении Ну, танков тут знатно Пёса Не пробил Эти корочки дали Тихо-тихо Не пробили Гусеница Не, ну броня держит Чё-то ФПСы падают Хорошо делаешь Сволота на Е3 Ну, он так и будет теперь меня замаживать Ну, он так и будет теперь меня замаживать Такое себе Ну, пусть давит Больше высовываться нет смысла Девятьсот ФП Не, 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 хп больше нельзя тереть Никак Посмотрим, что они предпринимут 3-600 есть Ещё 2К на срать И нормально будет А 2К 4 шота Зафигачить Всё Всё, центр мы просрали От сливной боя Уже теперь 100% Арта Плёска лютует Вот Исполняет Чёрный шот Арта вот Вообще Просто Офигел Оба плечу Не, ну а что я сделаю Мне Вот что я сделаю Вот что мы сделаем Мы ЮДУСа накажем Так, ребята Косарь ещё Насыпать И всё Нормально О, тонканули гриля По красоте Эх, мы дали ему шотик Пожалуйста О, подсветили Всё, ребят План выполнили Бой сливной Но план мы сделали 4, 500 4 Какой? 4, 800 4, 900 5К, считай Всё, сделал Ещё шотик Был бы приятный бонус Светимся Как новогодние ёлки Чё, гриль не хочет Больше пострелять Нет у неё желания Такого Танканули Е3-го-то Ну шо ж ты Е7-то представляешься Так сильно Всё Ну тут уже полное фул окружение Тут чё говорить Всё Давайте досмом Этот бой Замечательный Как наши союзники Просто просрали фланг Конечно Всё, теперь уже, ребят Да-да ИС-7 Стой Ага Ты его ещё и в НЛД не пробьёшь Пробил, бля ИС-7 монстр Всё Всё Проиграли Ну ладно Чё у нас 2-800 на стрелах И даже ещё посвятили Танчик в целом Танчик в целом неплохой По всем характеристикам Ну вот это, конечно Это жесть Ребят, у кого есть Е5-й В ангаре Пишите свои комментарии Какое вы используете оборудование Как в целом вам танк Не сгорела ли у вас на нём Жопа от пулемётного гнезда На голове Вот Ставьте лукасы Я по пятибалльной системе Поставлю Четыре Жирным минусом Потому что Всё вот Испортили Вот этим дерьмом Да Подписывайтесь на канал Кто это ещё не сделал Я вам говорю До скорых встреч В новых обзорах Пока-пока Поддержи Брата Танкиста Лайком Под этим видео Подпиской на канал Ну и конечно Прожми колокольчик Чтобы быть в курсе Всех новых стримов И самых последних обзоров По нашей любимой игре